близнецы я вас приветствую давайте посмотрим ваш сентябрь раскладка карт будет достаточно длинная поэтому если не любите все вот это вот переходите сразу на тайм-код в описании кто хочется настроиться с каждой карты оставайтесь посылайте свою энергию для мерка обмена итак мы посмотрим энергию месяца который будет наиболее проявлено далее по сферам жизни что ждет в работе с денежками социуме и в отношениях далее посмотрим сбудется или нет желания ваш какое-то заветное которое вы загадываете послание вам от ангелов от духов рода от высших сил от вселенной называйте как хотите что вам ближе что он понятнее и практика антистресс для вас на сентябрь что можно попробовать внедрить свою жизнь скажем так снизить на уровень стресса так близнецы ну что давайте начинать общая энергия которая будет наиболее проявлено так но я хочу чтобы все время все было хорошо но чуть не получается так близнецы ладно шутки в сторону пошатнется стабильность близнецы вот к чему привыкли именно в материально-бытовом плане здесь могут пойти какие-то штуки неприятные здесь или просадка финансов будет или же в принципе утеря работа да но мы потом посмотрим здесь здесь может быть потеря как социального статуса в плане если вы в браке находитесь да здесь может быть упс да получится или же это про какие-то измены станет ясно да там где мужчина скажем так не молодец да здесь у нас все-таки король мужская фигура что еще может быть если мы говорим про какой-то опыт работу да здесь может потеряться в чем-то скажем так навык какой-то да или вы поймете что ваших навыков уже недостаточно да что нужно что-то новое опять же здравствуйте новые технологии да чтобы идти ногу со временем нам нужно постоянно учиться постоянно что-то новое узнавать и вот здесь может получиться такая ситуация что а что-то как-то я не современная уже да тут отстала а здесь еще может быть но если прям так брать по здоровью может пройти какая-то штука неприятная на где может пошепнуться здоровье или же это как ну вот прям здоровье здоровье да какая-то болезнь поможет или что-то или же по внешнему виду да по внешнему самочувствует а или но это когда потеряете внешний вид какой-то да там или не хочу сейчас наговорить в общем вы меня поняли так это что касается общей скажем такой энергия давайте пойдем уже дальше смотреть прицельно работа что с работой выбор вариантов давайте так скажу здесь ну вот опять же если мы говорим о том что это пошатнется статус да это про то когда вы будете понимать что как-то запахло жареным да и нужно стелить себе соломку искать другие варианты смотреть что есть на рынке смотреть куда можно было бы податься здесь не про то что прям в сентябре будет смена места здесь больше про то что в сентябре будете рассматривать перспективы и возможности если мы говорим про свой бизнес в котором вы есть да это опять же а куда повести бизнес на для того чтобы он процветал и было хорошо то здесь я бы сказала вы как на распутье будете для того чтобы выбрать наиболее перспективный вариант на будущее то есть я не говорю что здесь прям вот в сентябре будет плохо нет здесь на самом деле сентябрь он будет знаете как такой отправной точкой планирования будущего если вы находитесь в поиске работы я не скажу что прям в сентябре вы ее найдете но варианты будут между которыми вы будете действительно смотреть и решать и выбирать поэтому в принципе давайте так перспектива хорошая в работе денежки а вот и денежки так ну что там денежки давайте так очень велика вероятность того что будет суета сует по поводу денег именно в том плане что нужно заработать нужно еще что-то будет не хватать здесь может быть допустим как клубышечка кончилась да и поэтому вы начинаете как в попу ужаленные бегать и искать какие-то новые варианты или же это когда были какие-то непредвиденные траты на которые потом заставляют вас действительно поднапрячься для того чтобы ну скажем то дырку залатать здесь непредвиденные траты могут быть именно по эго пойти и по дьяволу если мы смотрим это про то что я пытаюсь как-то себя увеселить как-то себя насладить чего-то себе такого позволить для того чтобы не было хорошо да то здесь могут быть опять же ну больше все таки склоняюсь к каким-то непредвиденным тратам которые будут сделаны на эмоциональном каком-то порыве не скажу что прям в позитивного толку да здесь все таки больше про то что что-то пошло не так да поэтому будьте внимательны пожалуйста держите эмоции под контролем и думайте наперед да думайте о том что ресурс он исчерпаемый да и он может кончиться поэтому не гоните на уши день так социум что давайте так в сентябре нужно будет прям очень под кого-то подстроиться прям вот не хочется но что делать здесь чуть ли не про какую-то прям жертву жертвенную жертву да то есть или же вам с кем-то не хочется общаться очень сильно придется здесь можно говорить о том что ну если там про работу да это какие-то коллеги которые мне очень нравится про друзей ну друзей же сами выбираем да ну хотя может быть знаете такие какие-то новые сбоку пришедшие которые еще вроде как не знаем да и здесь получается уже такое как первое ощущение что да мне как бы ну не прикольно в этой компашки да и поэтому но а что делать вроде как да и вот такое состояние здесь знаете если вы сейчас вот сильно расстроились не надо здесь это вам принесет какие-то новые возможности и эмоциональную скажем так наполненность дать я так скажу если вы боитесь что вы где-то там не можете себя отстоять у вас все равно получится да то есть ну все хорошо а здесь единственное что в моменте это может быть да про какое-то неудобство про какое-то нежелание про какую-то ну здесь условно давайте так вас куда-то там позвали где нужно было бы быть а вы в этот момент хотели заниматься чем-то другим да то что вас очень сильно наполняет то что вам нравится и тут получается блин ну я должна типа там быть да и то есть туда пойдете вот прям не желая этого хотя по факту там ну потом все обернется достаточно хорошо что еще если прям так вот за уши за уши притянуть да поэтому повешенным придется очень сильно излоптиться как-то вот сальто в развороте сделать да для того чтобы общаться с социумом в сентябре что в принципе очень удивительно да потому что у нас близнец это в принципе коммуникативный знак поэтому здесь что-то пойдет не так давайте так так отношения сначала скажу для тех кто в паре потом для тех кто свободны те кто в паре здесь ситуация такая что что-то как-то отношения не ведут туда куда хотелось бы какие-то мечты мои не сбываются то о чем я там мечтала и так далее что-то как-то все все не то и все не так и т-ты-ры-ты-ты-ты ну да здесь вероятно такое что хочется уже как-то что-то узаконить хочется какой-то колесничку куда-то направить да что-то она все не направляется и здесь такая предпосылка может что-то делаем не так а может давайте по по другому что-то да то есть здесь я бы сказала ну как поиск вариантов с одной стороны да если вы действительно заинтересованы в этом человеке просто понимаете что сейчас что-то там не складывается или же в принципе вы понимаете что с этим человеком вообще каши не сваришь да и вообще здесь условно там ловить нечего и поэтому пошла кося в другое место до искать другие варианты здесь неважно мужчина женщина смотрит здесь очень и для тех и для других подходит поэтому смотрите что вам ближе да или будете дальше как-то работать искать подход или же ну скажите ссоре я пошла искать мечту мечту в другом своем месте те кто свободные близнецы здесь именно про то что но вот я желаю мечтаю о светлым и прекрасным да и не приходит мне это светлые прекрасные но я же знаю что есть любовь есть ну достойные партнеры с которыми действительно можно исполнить все свои желания а что-то блин как-то не не получается не происходит до этого близнецы которые свободны я бы вам сказала что вот то как оно сейчас происходит оставьте это в покое понятно что хочется вот прям хочется чтобы все было как это сказать упаковано да все в ажуре но здесь на самом деле знаете вот давайте так скажу сейчас разное для мужчин и разное для женщин если вы женщина смотрите вы готовы к партнерству к браку хорошим серьезным отношениям но тот человек тот партнер который для вас ну назовем его давайте так по судьбе который нужен он еще не совсем готов не совсем созрел и поэтому пространство или как высшие силы смотреть что вы больше понимаете оно к вам его еще не привело да то есть смысл приводить вам подходящего партнера который сейчас ну не знаю там не в том состоянии да то есть вы на него посмотрите скажите да ну нафиг и как бы разбежить и он тоже самое время да может на вас посмотреть сказать ой нет и как бы все до свидания хотя потенциал мог быть очень прекрасный да встретитесь вы в другое время так вот здесь высшие силы говорят о том что подожди все идет как оно идет не гони лошадей да все будет в свое время если вы мужчина смотрите здесь давайте так проблема вас уж простите для вас есть подходящая женщина да то есть ну вот переверните все что я сейчас сказала для женщин для вас есть подходящая женщина но ее не приводит в вашу поле потому что вы еще не совсем готовы вы не сможете ее оценить по достоинству обратите внимание пожалуйста на свою материальную часть на свою работу на свой достаток ну поскольку здесь мы смотрели все таки это актуальные темы займитесь сейчас этим настройте это и будет вам счастье давайте так так ну что пойдемте смотреть дальше по оракулам здесь мы загадываем желание если у вас есть какое-то желание которое вы хотите чтобы сбылось загадайте его сейчас если не успели поставить на паузу не дайте гордости помешать вам вот так вот вот приехали здравствуйте так ну что смотрите полнолуние во льве она будет у нас вот уже вот вот здесь вот уже практически на пороге обратите внимание пожалуйста на вот этот период что там будет происходить где там вам гордость возможно даже где-то гордыня да у вас там играет какие ситуации возникают и вот этот скажем так разделяет вас от исполнения желания так дальше послание от ангелов от духов рода от вселенной наставников от высших сил мы поможем тебе расцвести так проблемы и вызовы залог внутреннего роста покой залог внутреннего расцвета ну что более чем понятно да для того чтобы они помогли расцвести нужно найти внутренний покой и обращаться и обращаться к тем же опять же ангелам хранителям наставникам высшим силам для того чтобы как раз таки уравновесить себя чтобы расслабиться чтобы прийти в гармонию в какую-то да поэтому не стесняйтесь обращаться они вам помогут сами сказали да тут тут писали все все зафиксировано так но если вы находитесь в стрессе если вам нужна помощь как раз таки да для того чтобы обрести гармонию практика антистресс для вас на сентябрь выделяйте каждый день несколько минут чтобы выразить себе благодарность слушайте прекрасно за все что угодно можете себя благодарить вот за что захотите за то и благодарите если сейчас скажете мне не за что себя благодарить получите по носу на самом деле мы действительно можем себя благодарить очень за многое поэтому начните это делать заведите себе какую-то тетрадочку дневничок и каждый день действительно или в начале дня когда проснется или в конце дня перед тем как лечь спать пишите себе какую-то благодарность или за сегодняшний день или вообще да за что-то что вы в жизни сделали то что у вас есть то что вы вообще в принципе молодцы близнецы ну что вот такой для вас прогноз пишите в комментариях насколько у вас отыгрывается потому что в принципе уже энергии сентября ходят да уже вот это вот все может быть достаточно так хорошо проявлено лайки естественно же и подписки если еще не подписаны до новых встреч пока пока